вот я пришел к вам в гости потому что ну осталось всего 10 дней мне здесь быть 10 октября думаю выезжать сегодня 30 сентября побеседовать какие-то вопросы если может что-то хотели сказать тем более у нас сейчас занятия были воскресные может какие-то новые мысли мысли это то что я говорю сейчас шел дорогой пока подумал не успел точнее мысли не пришла или как сказать не сказал последнее в заключении что допустим мы желали бы здесь и приглашаем видеть людей вот христиан которые готовы жить христианской жизнью которые готовы соблюдать устав который здесь есть вот то есть сохранить сохранить то что здесь и приумножить в хорошем смысле вот тут собственно это ну это как бы и моя задача моя миссия так считаю того что я сюда приехал потому что все-таки наш приезд он был не спонтанно же и вот когда если говорить вопрос о трусости там а какой-то еще что-то игру жизни много бывает что страшно вот но даже наш поступок то есть это не хвалясь я там не хвалю себя ничего я просто так смотрю на других людей что это просто мега поступок взять вот так и выехать с города с квартиры там деревню но это люди просто только говорят вот что вот нам бы выехать бы там это то что а я а я ничего не сделал такого большого я вернулся корням вот мои здесь деды мои здесь родители выросли и я приехал и поэтому людей хочется видеть именно таких я говорю которые не просто убегают от мира там вот не не нет мы здесь не убегаем от мира мы 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 общаемся с миром контактируем естественно тем более я занимаюсь производством натуральной продукции под своей маркой значит у меня идет и нам приходится сотрудничать с миром вот но мы сохраняем наших детей до взрослого возраста больше уделяем им внимание вот за это она скажет что здесь все равно в этой деревенской жизни так или иначе приходится хочешь ты не хочешь а больше внимания уделять детям ведь эта проблема сегодня просто но слово тогда вы не любите просто вопрос такой масштабного характера когда в городе некогда детям уделить внимание а соответственно результата ждать просто не приходится хочется лучше а ты ничего не уделяешь ни в духовном плане не в таком плане соответственно ты детей потерял даже неверующие люди говорят вот он большой говорит когда нужно было мне когда ребенок хотел чтобы я с ним был мне с ним не как-то было а сейчас я хочу попросить а теперь уже он вырос теперь уже ему со мной неинтересно вот и родительское отношение поэтому один человек который был здесь в гостях у нас по приглашению и потом когда уехал написал эссе так скажем ну отзыв вот и он он пометил что для христианина все-таки наилучший способ жизни это общины вот и общины не как было раньше допустим как вот работали в колхозах за идею там или за палочку да сейчас самая идеальная модель когда жизнь у нас общинная но у нас у каждого свое частная собственность у каждого вот ты если можешь держи 10 коров у тебя будет столько денег не можешь держи там 5 коров или там одну там занимайся там страусами крокодилами там чем угодно вот у каждого деньги порознь вот но у нас общая цель у нас занятия по слову божию понимаешь нас вот это вот это вот отделяет жизнь вот это вот это же так здорово что ну реально для детей вообще приятно вчера там или позор вчера приезжал мужик привозил что-то в машине закурил я увидел огру нас курить нельзя ой-ой я потушу сейчас я гру там видел знак нет и где знак не видел игру посмотришь вот так ну относительно воспитания детей это прямо в уставе написано если детей не приводить к богу и уделять им главное внимание зачем все это начинать там очень решительно сказано написано без присмотра нигде чтобы они не были не по ягоды нигде я сколько бишь о том чтобы девочки не пасли и сам не раз слышал я переживаю за них как вот теперь люди которые говорят завод это решительно надо оставить то другое добровольно не хотите бог сделает недобровольно сегодня об этом прямо везде пишут сейчас только чуть что коснись говорит в москве пробка будет из москвы 130 километров 130 километров и сегодня надо организовать все какие-то братства уже в городе чтобы выехав 100 150 человек мы могли сделать ограждение за которые чужих не запускать были продукты детям сейчас положите всякие записки кто они такие там телефоны не будут работать это все отключится где они есть где жили как его звать в разные кармашки положите в разную одежду пришли к нижнему белью то есть люди обсуждают это и поэтому сейчас потеряем еще не настал сегодня только как отец голосу рах на той за угла пыльным мешком то и пыль до неба и дым как в третьей книге ядра написано тут будет столько народу первую щекину соборовать как жрать еще вас а тут то есть есть все вот у игоря что приставь маленькую куй то тогда не было у нас мельниц рушилку делал мой брат два пенька срезанные и вот их проворачивать дырочка туда сыпать а там в бане чугуны разбили и их набил туда перетирает ломает дробилка вручную это мой брат делал ровно более-менее ровно сделать можно а когда сегодня можно меленькие какие-то эти купить она там сколько-то за разному по-разному стоит да это все можно дальше то есть своя может быть мука и притом со трубями и полезная поэтому для воспитания детей православном духе лично я не знаю большего лучшего так я прошу там не ходить не зря крутится человек там провод дернешь ногой даже не заметишь обойти потихоньку сотвори молитву поэтому если мы действительно понимаем эта жизнь временная и дети это не игрушка не обезьянки а это наши учителя растут они нам напоминают кто мы были и где мы упустили поэтому здесь написано что чужих детей нету мы должны смотреть за ними где они чем занимаются тут было отдельно приехал дядя то есть брат наши людмила он пригласил тут ребят с собой уехали в один день научил их пить и курить в один день запрыгли там коня куда они поехали на рыбалку и всего ни один не воспротивился то есть маленькая проверка через него ну ему ей выписали туда чтобы он здесь не был и проще и проще а он закуролесил дальше вообще тему не и мать не отец не рады где вот такие люди появляются они делают нам проверку и не тоже на своем месте да 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 это проверка для нас так что вот говорят а вот что-то можно было сделать как ты думаешь что может тут вот человек сейчас умышленно кто-то поставил задачу ну кто-то нашелся бы потерявку ну что в атомную бомбу бросить нет конечно вот так что-то такое сделать и люди бы трудились и все зря и не было ничего у них ну смысле как задачу развалить что ли или да задача вот как это видится как какой вариант ну это так специально злобно да такая это задача в общем не знаю об этом думал ведь у нас я гружи здесь основывается именно на общины на духовном общении вот на вот этом вот я так думаю но если бы мне поставили задачу такую мне бы поставили задачу понятно это не в день не в год бы там как-то видишь люди разные бывают но было как раньше все говорят было там по два храма в селе вот старообрядческий новобрядческий и допустим кто-то тоже говорил а чё бы если вам старообрядческий бы храм не построить я так эту мысль давай развивать мысль-то ну хорошая на самом деле неплохая старообрядческий бы храм построили бы ну допустим вы нашли бы спонсоров бы там сегодня этих денег там много много богатых людей которые не знают куда их делать собственно вот нашли бы священника бы все но это первый шаг а дальше то чё чё бы дальше было бы дальше бы было бы уже первое разделение то есть естественно люди бы и стали бы ходить в разные храмы у одних служба подольше у других покороче вот ну собственно посты все одни и те же тут ладно дальше бы потом скорее всего приехали бы люди которые ведь я это говорю из опыта уже 27 лет я это говорю из опыта я это ничего не придумывают вот здесь уже много каких было людей приехали бы люди которым которые бы согласились бы сначала кивали бы головой что мы будем устав соблюдать все у которых задачи же не это бы стоял абсолютно они приехали бы сюда да да типа вот тут храм есть старообрядческий допустим и все а дальше бы потом прошло бы некоторое время и если там ну не предпринять еще там какие-то шаги они бы потом сказали бы да нам вообще все равно вы чё тут там нам вообще все равно до вашего устава там мы старообряд ну чё-нибудь такое вот и все и и все и развалили бы все то есть вот в таком виде в котором это есть сейчас больше никто бы никогда не увидел а стояли бы дома а деревне жили бы люди вот но все было бы по-другому потом бы потом бы было бы как как вашей молодости когда человек умрет там разбирали бы на какое кладбище его хранить туда или сюда когда жили вместе жили а потом вот новобрядец-старобрядец поэтому идея такая но относительно разделения она никогда там и сегодня разделение старобрядцы у нас здесь они не ходят и разделять нечего было вот она дома отсидела это время когда мы молились храме в окно она сидела смотрела или молились а нас это никак не касается вообразим как ты говоришь что нашелся спонсор спонсор конечно старообрядец он лишь пошли так наши поехали вот так что здесь никакой новинки то нету вот отец таким служил там я сейчас могу служил в тобольске из целькуле там разные такие то это у них был отец власий сейчас очень известный там головку поцелует он вот так то они учили мочили людей крещение то нету обман нету купели то но вот прислали другого священника отец таким в этом селе а люди то остались те у них закваска то то они тогда к архиерею но как чтобы убрали то этого они там вдвоем два священника служат они давай писать воды к нам тяжело от их дву священников то держать а вот было то два тоже а почему то потому что они сейчас зима дров много жгут владыка им говорит говорит но если много жгут так там жарко будет так они выйдут говорит по двору ходят трусах это не придумаешь что-то а потом вино дают бутылки не хватает там на причастие с народу много нет они его там пью докатут пьяный народа нет и когда пьяных не видели но в батюшке то нашему переказали пересказали он сразу же вычислил кто эти если как-то вызвала ли там пришел к ним не знаю и говорит на вашу пу делаете вы говорите то чего нет и архиере не может поверить но чтобы он меня убрал вы должны знать мои недостатки а их знаю только я так вы ко мне вы пришли я бы вам рассказал и и тогда бы легче было нас убирать и сам я уйти не могу потому что это назначение мне это не вольная вольница какая-то ну и кончилось то ничем то есть так и здесь вот человек какой приехал допустим вот приехали к нам 15 человек а нас тут 10 на разница никакой нету у нас порядок а они приехали то из патриаршей церкви с архиереем певцы мы говорим вы одеты не по форме как о как вот вашего возраста здесь живет девушка на через дорогу маша барабаш идите к ней они пошли все переоделись а как будто бы один человек как будто они у нас все время видела может быть стоят они поют и маша с ними и нельзя отречить должны все к нам приезжают на день деревне бывает люди разные там корреспонденты не какие-то рио новости российское информационное агентство наши правила знает мы не просим они не шли на церкви но у нас порядок один мы им говорим оглашенные за дети надо выходить с миром и за день батарея можете заходить фотографировать еще ни разу никто не нарушила я буду не будет почему это в человеке вот у нас на территории деревни курить запрещается по сегодняшний день 27 лет а приезжают люди разные курящие они за пределами деревни там где-то заметили дерево под него положили еще никто не нарушил и чтобы все были пояса всех поясах женщины что платье было не да 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 полу как это до 10 сантиметров не больше и мужчины под поясом еще никто не нарушал 27 лет это не два дня а приезжал это не один не два человека я как сразу на подходе моим говорим мне в интернете спрашивает но от вас женщины если в храме в брюках вы их выводите или нет мы их не выводим а почему то машины запускают они просто не заходят вот ко мне приехали полиция и помпрокурора района приехали там батугин тимоша мать нажаловалась светлана на него что у него там плохо что зарядку делает на траве как будто я в воздухе мог делать ну и что я их не запустил я уже надо переодеться они переоделись юбку надевает и все это мы снимаем она в брюках ты все вы какая она краса красивая на пол прокурора совсем не похоже кое-как ей юбка то идет что там столько отзывов пола при том всего своего положительное ни одного вот дед там командует какой имеет право здесь право моя территория и они против ни один повторяя ни один еще а были такие которые бы не подчинились один был человек я говорю за стол садиться чтобы до кистей руки были закрыты а чего я должен подчиняться не надо подчиняться это добровольно выйди из территории а у него племянник здесь был в лагере смотри отойди в сторонку это не наступи вот не надо я говорю антоша это твой дядя да дядя вова приехал ну и значит за стол садится станом сидит видит что мы кончаем обед это ладно давай китель надел китель сел за стол мы его покормили и притом это было не один раз как можно в чужой монастырь со своим уставом лезть это понимаешь вот так и здесь а вот они в один день у нас написано что деревня православная и придут старообрядцы а кто не православная так они самые враждебные против вас а вот это бог посмотрит они видят что было там мы никакого отношения не имеем к их гонителям мы присоединяемся к тому что зарубежные представители принесли покаяние перед старообрядцами за своих предков которые гнали их гнали мы там подпи наши тихи там подписан мы за это патриархия не принесла покаяние а мы все время об этом говорим я считаю позиция самая правильная в этом отношении у игумена кирилла сахарова на берсеневке в москве около храма христа спасителя на этой стороне канала все с богослужение все постарообрядческий но патриарши вместе крестится двуперстну у каждого лесу по большого малого все поклоны служба вся идет форма одежды все старообрядческая все и даже не за мужик пол головы открытые даже это самое можно сказать нелюбимое мною это их право это их выбор но беседовать мы будем а вот если бы вот у вас сейчас пола головы открыла в один день можно открыть закрыть труднее но доказать можно только на закрытую голову на пол головы нету она не закрыта на пола говорится на одной ноге над пропастью не стоят разрушать всегда легче чем основа я конечно могу ошибаться в плане в каком что люди то разные бывают вот естественно не то что могу ошибаться люди не разные бывают я говорю по одному человеку допустим как там володя долгов не судят о старообрячестве вот ну чё если там бесноватый говорят ну и чё теперь тем более что интересно у федя отец александр иванович у меня самые близкие отношения были с отцом фединым и с отцом володиным ну ну так я говорю друзья как одна душа была не просто друзья это название одно это единство как виноградная кисть меня только освободили пока без права выезда из барнаула первый раз в 80-м году александр иванович уже приехал маленько походя уже когда бы не приехали где бы не собирались мы всегда все вместе через александр иванович а впервые узнал про толкование андрея кисарийского толкование откровения она богослова вот его душа а то твой к тебе он будет кто прадед нет почему дедушка дедушкам вот когда я был приехал в этот на сибирские работы то мне нету а я только приехал сказали вы с китими легче устроиться он там был олега кашевого 7 я приехал туда чё тебе искать квартиру то одному так у меня оставайся а помолились а ребятишек то у него уже в то время было не 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 два а у него 10 так куда вот на кровати говорю на ней кто спит я сплю а ты где я говорю вы где будете я на полу рядом на полу рядом понятно он приехал ко мне и сюда да это здесь было давай мне ноги мыть я вру только на одном условии при одном шоссе я тебе тоже умолю понятно вот как у какая у нас была дружба это еще ты поезжали мы ты тоже тогда принес тазик давай вымою это вот так и из баня пришел ну вот так положено христиан мы благодарим бога а что дети такие они отвечают за себя их этому родцы не учили а пара поэтому если он нападает ему надо оправдать свои действия это значит прибегать ко лжи наш батюшка с ним разговаривал как-то с володей это и говорит ему скажи за что ты сидел ты людей раздевал бандитцем занимался игнатий в тюрьмах был разница есть или нет за слово господне за распространение златоуса и проще попутно брали архипелаг гулаг интервью раскулачены твоя биография маленькая разница или нет зачем тебе это все батюшка его уговаривал отец айкин ничего нету но злонравим он знает что я обличал его за блудодейство за за разбой этой поэтому они сердятся это напрасно во первых обвинение было правильное а во вторых зло по мнению подобляет дьяволу говорит иоанн златоуст и поэтому я всегда вспоминаю фразу и сидора пилосевод он говорит предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум он бесноватый делается и поэтому такие люди сюда не приедут приедут строить храм да это не сарай построить этот дом построить и то надо время большое по хорошему то нет можно и дома молиться большой храм закатить тут и людей нету а план план был на 700 человек теперь он землю то обрезали у нас под самый конец нас не предупредили зимой будет разговор да вернемся просто я говорю что надо вот кто так злобствует там это просто подумали бы на секундочку вот без божьей того ли но ничего же нету 27 лет но это же это же не год не два года а посмотри сколько было начинатели таких ну либо у них так же как обычная деревня либо реально там стали пить там воровать там по передрались разъехались все а здесь то здесь то живем так как ну по-христиански все то есть я говорю это же вообще просто ну здорово и то есть если богу не угодно если богу не угодно все что мы мы здесь делаем то есть либо либо ты не веришь бога либо бог как-то лжет как-то вообще то что за бог то за такой получается прости меня господи либо он либо значит мы мы для чего-то нужны но допустим если сейчас сегодня не приехали там кто-то там не за 10 семей по честному признаться мы еще сами сейчас не готовы участок приедут кто-то мы сами-то еще не готовы к этому вот надо надо самим быть готовым так чтобы люди приехали чтобы ты смог показать во первых своей жизнью что здесь мы именно так живем мы именно вот этого придерживаемся вот и я думаю дай бог все будет и господь господь знает я прям уверен вот если бы поселились такие как александр иванович усином андрей педотович долгу конечно температура была бы другая другая у вас и вообще да это люди мирные многое пережившие александр иванович приговорен был к расстрелу сидел сколько в гулаге сталинском еще начальник от радиостанции рахасовского всю войну прошел нам есть на кого было опереться но у нас были вот где ты сейчас живешь здесь вот номер какой его дома 1111 вот здесь был горбунов женя вот это ворота топогнутые железные то это он их по пьянке даванул вот так еще раз другой предупредили опять тоже самое общее собрание собрались и сказали ты нарушаешь устав согласно устава ты должен выехать он выехал домишко продал все а он не поедет не будет слушаться пока ни одного случая не было наш родной брат павел точно так же допек пьянством своим меня здесь и не было совсем я ни участия не принимал собрались все вместе все это заснято предложили выехать он выехал в соседнее село корщина вот сейчас приезжает вчера был тут вывозил тут разные боковки трубы там котел металлолом или куда не знаю так вот когда кто-то что-то приезжает и пытается что-то свое ставить мне интересно всегда я говорю куча деревень рядом ну и езжай туда кати какая разница то где езжай туда зачем вы сюда-то едете 21 тысяча погубленных и 10 тысяч дышат наладом я говорю что наладом ну один два человека остались то есть еще уже нету тысяч тысяч и поэтому такие правила что не пить не курить не материться не воровать не лгать пять правил то это я сказал в краевой администрации алтайского края они говорят так у нас тут ни одного нету кто бы мог поселиться по этим качествам то выиграть статистика все время врем курят мужчина и женщина и матерятся почти все ну и все вопрос решается просто тебе надо чтобы спаслись и ты и дети твои и вот я и дома и будем служить господу я вам на сегодняшний день пока не знаю лучшего места нету просто может где-то там когда-то где-то было а так что православные были я тоже не слышал да именно так чтобы жили не то чтобы там вот мы отказываемся от паспортов там то есть есть такой перегиб сильно у нас нет у нас паспорта все мы живем нормально мы общаемся с миром интернет работает электричество государственная школа все самостоятельно строили проводили чего надо то мы никакие тут не отшельники ничего нету здесь постоянно приезжает власти вот смотри какой тут бетонные столбы сейчас поставили идет кабель с электрическим током это потом я могу показать всякие субсидии то есть все это все мы мы на хорошем счету у местных администрацию у района и то есть мы как бы ну и окрестных до деревнях мы где были их ни разу и не слышал чтобы говорили плохо я когда общаюсь собираются люди на благовестие его а я знаю я к вам когда вот начинали строится я плиты железобетонные привозил априты там там надо было храмы школу покрывать батюшка себе там под домом такое павел брал свои дома продали теперь здесь начали раньше когда потеряевку строили многие люди соседней тюрьме не имели общение какое-то приезжали кто-то там что-то возил кто-то заездом ну и тут недавно в ребрихе мы машину мою с андреем поехали ремонтировать один мужик подходит там мат перематную грану успокойся но андрей неприятно слушать ну ладно перестал материться ну выиграть потеряевка это ягод был там выгод не я был или мужики рассказывали то есть получается мне все что вот это все муссируется приехали горит к вам выходит горит поп оттуда ну и то есть поп выходит его такой трехэтажный такой пошли вон отсюда вы и давай горит с ружья горит полить андрей говорит чё за чушь ты думаешь что ты говоришь по богу жизнь и ружья не держал да то есть выходит поп трехэтажным и с этим с ружьем мне 79 лет я еще ни одного мата не сказал мы привычены так это сквер на скверняет людей но он говорит в рида хоть отплевывайся министр пропаганды гитлера гейберс говорил чем чудовищная ложь тем скорее поверят поэтому здесь я говорю христианская жизнь если ты хочешь детей детей воспитать ну как-то по силам тут даже вот это даже все ближайшее окружение она тебе помогает просто непроизвольно воспитывать то есть там это помогает мир тебе воспитывать мир то есть свою сторону мир тебе поможет воспитывать а здесь там и занятия и и школа у нас с верующими цителями они если чё преподают так с оговоркой на бога что так вот бог создал вот так вот было с библией ты сможешь это же много же значит важно что бывает если какой-то конфликт недопонимание зачем там коров папу своих опустил она пришла и другого сена ела опять же беседует говорят и 10 нарушается заповедь вот у любых гуси а прям плотную к ее сараю ячмень они его шалушат а у них лапы то он какие широкие перепонки то они больше давят я сказал люба ты прошлый раз я тебя за это дело то ведь это тоже предупреждал ты можешь ты фактически это пожелала чужого поля они у тебя наедается и дома не надо давать и поэтому тебя вывод один или пасти их и зрение не выпускать или порубить их и продать или с ним договориться к осени сколько сидят замерите и ты оплатишь ему за потраву она говорит так нет последнее ближе подходит чтобы мне тогда и одному загоражили доски ставили чтобы не вышли они было время когда я сказал игорю он говорит да ну какой разговор а игорь то он такой на счетом говорить да и и там огород я еще вроде засевал это и это так ладно пусть бесплатно топчет у него ничего рожать намного больше чем прошлом году 18 центов было начать до 40 ягра здесь сколько на 60 вообще три раза больше сумеет ли он его продать да теперь ума дать этому все надо ни одно воскресенье мы не разрешали работать сейчас мы не говорим этого почему он предупрежден знает время нет и приезжают покупатели как раз в этот день его поневоле грузить надо через мою через куни у нас у нас есть в уставе правило что 1 полно воскресенье ты на службе вот и это чистое исключение для фермеров да когда вот такая погода потому что нам-то какой смысл ну и вообще слава богу что хоть воскресенье есть хоть отдохнуть а то так и умереть можно почему почему у всех такое мнение лекарство не то что у всех такая какая-то злоба я говорю что допустим если мы живем то есть некоторых даже вопросы какие-то случаются то есть я должен как-то там не за конфликтовать там с вами там в это то есть даже была отпущена такая неприятная фраза одним человеком что типа как будто бы я там даже говорить смешно или неприятно типа то есть те кто в нормальных отношениях типа я сапоги там лизать ваши должен то есть это смешно конечно понятно бог с ним то есть кто-то сказал но я говорю у меня свое видение когда мы сюда ехали и там тоже одни сказал но ничего сейчас игнать их приедет спеть-то с вас собьет а мне смешно думал ну какую спеть мы как как понять спеть ну как бы я не в ответе за то что было раньше до меня я реально не в ответе я не знаю почему там так делалось был было так скажем эра возрождения то были какие-то тяжелые может времена сейчас становление все сейчас как-то вот не знают у меня такое понимание я живу не нарушаю ничего как какая спеть-то о чем речь это вообще но тяжелыми мы ничего не считали в это время людей есть ничего было кормили комбикормом детей пишут об этом стрелялись там и проще здесь всегда были сыты с первого же дня приехали лопатой лопата была одна только картошку посадили огурцы пошли помидоры а дальше это легче уже завели корову молоко корова на другой день уже было то приезжает сразу корову чтобы это больше не было тогда тогда вы игорь я сейчас не знаю сколько 36 крупного рогатого было вот у батюшки там 100 вещек у этого один весом плотников молоде держал 100 свиней было да это не видно поросенка и поэтому относительно того чтобы богатые будете здесь об этом речи никогда тут не было и никто не обещал а чего богатый мы же работаем что дороги делать государство мы сами делаем все остальное государство делает инфраструктуру а мы за свой счет столбы вот это на той стороне статане нигде не зафиксированы электричество павел привез трансформатор киргизии это вопреки закона это все государство делает подводит ток а мы на это пошли почему у нас задача стоит раз задача стоит мы даже выполнить и выполнить для своей пользы первую очередь мы отошли от этого мира не любите мира не того что в мире кто любит мир не просто общается любит там мирской взять в том нет любви очей евангелист и он пишет об этом яков говорит 4 4 дружба с миром есть вражда против бога поэтому раз дружбы никакой нету выставе написано у тебя просят что-то ты предупредить скажи тебе это надо я тебя могу отдать или продать а просто дай он поломал вернула у нас это не положено у меня было барнауле так пришел просить что-то я говорю у нас это не положено как так у тебя чего не на что купить нет забери но больше не приходи тебе этого хватит все я пошел новый купил там шланги что это тоже понимание дружба с миром то есть как вот понимать дружность это означает что они дружба основывается на том что люди похожие друг другу люди птицы слетаются к подобным себе вот именно грач грачу голубь голубя то что они делают допустим не это абсолютно не интересно в первую очередь как христианину не интересно они свободно рассказывают анекдоты всякую пакость и по мирски давай посмотрим давай это сделаем мирские праздники выпивка без этого ничего нет у нас ничего этого нету так вас скучно есть вот приехали корреспонденты и не откуда-то приехали с москвы у нас этого книга у меня есть для слова божия нет ус приехал писатель быков дмитрий львович и он как раз попал на день рождения батюшки батюшка отвел другую комнату меня гордал пояс и говорит надо подпоясаться у меня концы не сошлись я был как путин в окинаве когда он пришел да это все что батюшка меня похлопал по жопу еще что так это да батюшка вот таки меня бог создал да это не бог нас создает мы сами себя создаем какие стихи и рассказывать они про все рассказали что было здесь и говорит а вот воскресный день вот вы работаете очень много работают люди а воскресный день какой отдых он будет какой у нас утром скотину надо отправить подоить а потом идем храм но а возвращаемся потом у нас занятия идут а поэтому занятия шли на территории лагеря год в этот день мы ходим купаться собираем грибы ягоды батюшка это я на рыбалку а дальше у ребятишек катание на лодках и на лошади у нас гид на много как интереснее чем у нас настолько так зайти и что-то смотреть чужое здесь все свое лошадь ты можешь погладить рукой верхом видишь лодкой ты берешь веса сам угребаешься как этот пруд мы творили его буквально он же разорван был вот и все он послушал писатель быков и написал говорит да вас интереснее чем у нас а человек который ни разу ничего не видал он так потому что слова безответственно потому что это 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 естественная жизнь вот естественно как-то мы здесь соревнования устроили ребятишки на трехколесных велосипедах все велосипеды в край вот так в ряд выстроили но кто первый финиш и вот надо посмотреть это все видео то не было на фотографии все это осталось фотографии у меня 21000 фотографий в моем мире стоит это интересно да интересно вот они к нам заходят другой вы такое там грязь там с такими словами как по я грязь где-то это там да как вы тут зиму проводить а он не понимает что это в лагере это временно либо только пищу приготовить они не жилище видит а когда показали там у барабаша так у вас все тут лучше чем в городе там и электроволновка и там это рояль еще только нету комнате то а это смотрит он кухня в лагере кухня почему вы не отвечаете поправили база чем поправлять да нет там у нас все написанное время вроде комментарий не дают очень и очень редко у меня там уже заблокировано около шести тысяч человек если не больше каждый день чтобы не увидели вот дети идут храм все можно сказать секта да когда вас там и матерками когда приехать там то другое сделать я еще на это не могу сказать почему он отвечает за свои слова кроме того у нас которые люди хотели приехать вот один приехал первый год было 1500 человек получили письма которые хотели полторы тысячи было бы представь себе табуны были бы не такие земли не столько было бы но речь идет не коллине человека только получили разрешение приехать остался только один в ушку один приехал все у меня деньги есть там сыновья придут построить но я матерюсь ну где на строитель для того чтобы поселиться спрашивали про матерки ну вот у нас такое случая была одна женщина была плеханова татьяна ее сын данилка у меня в лагере был и она чего-то второй виктор такой по изнаю вместе знаешь вот ну и тоже разговор как-то зашел что-то у них с матерью и мать подписала квартиру на меня и на батюшку и дала прием привезла это как называется завещание ну ладно он там еще не запутается право дакта маленький назар иди поможет посмотреть надо чтобы не отключил ну погляди посмотри да ну вот когда и тут получилось мать наняла какого-то там ремонтировать дом то он ее зарубил топором а теперь так срок прошел они приезжают завещание пошли а завещание грязел на других людей им ничего нету ну ладно я говорю ничего вы хотели ну вот как бы тогда как быть законные у нас завещание вот сейчас пройдет еще полгода мы ее продадим квартир я туда не поеду то другое они там из себя приматываю я их довел до нужной кондиции я вы знаете я знаю что ваши отношения были очень нехорошие дела вот я могу вам подписать квартиру обратно и батюшка сделать но вы да должны бы выполнить которые условия мне дадите какое что про мать ни слова не говорили плохого никогда и нигде мы согласны мы за мной приехали меня повезли к нотариусу я нотариусу сказал это она нотариус него там головой не сунется сюда уже подходит не надо а нотариус это мне разности нет в этом то мои вот что теперь все вы уже не хозяин теперь они люди это не понимают вот я вроде здесь отбираю людей там то другое а у меня нету я плачу десятину вот 1 январь и 1 воскресенье батюшка как приезжает после нового года я ему пенсия то там 37 тысячам я высчитываю за 12 месяцев семьи ну там 700 там тысячи сколько я ему сразу отдаю 7 8 10 тысяч и все так у него овечки если там и меня не касается это я выполняю заповедь божью это 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 мне бог положил на сердце он брат родной он не нуждается нуждаясь в этом я у нас тарелка не ходят церкви ничего не продают ни разу этого не было и как ищет ящик я не вижу что кто-то подходил на каждый раз кто-то что-то положит десятину в руки а дальше батюшка и ремонт на это делает и уголь приводит и все и мало того сожгли храм там в томске туда помощь собрали в белоруссии батюшка бил сразу же собрали библию переводят приехали библейское общество сибирское сумма меньше чем шести знача никогда не было а народ это пенсионеры так и немного людей то почему любовь вот живет у меня в лагерь профессор психологии все знает видит наблюдает записывает с любым ребенком не может беседовать моем присутствии закон такой где-то она все видит на глазах это не день не два и на выводе она тоже написала горюхина эльвира и написала главные движущие силой лагеря является терра с большой буквы любовь хотя она знает что их наказывает за преступки за матерки и прочее физическое наказание она этого ничего не увидела прокуратура исследует все и написала наказание ночи чисто символический характер приехал заместитель прокурора края полковник а его не запустил вообще вот так облокотился на той стороне они дали где-то кому-то кто-то там заказал нас заказал что нас здесь нету лагер разогнали агур нас никто не разгонял ну а мы сидим занятия идут но мы можем отсчет дать теперь там вышестоящим что дети уже все в пути аграни в пути вот еще сидит 20 человек и мы их не отправили на той неделе бы он побыл и все приехала я пошел прокурору края генерал-лейтенант юрий федорович пороскун я говорю ну и как у нас близкие близкие отношения с ним были вот это сейчас погасил бы местного даже одним рощерком он говорит да рассказал наверно жаловался нет говорит он приехал говорит там будет такая дисциплина там плохого не будет приехали из кгб тогда было кгб и сколько они тут не бились она уберите из уставов физическое наказание ничего же этого нету я говорю необходимо мы в ад не попадем но абаде везде говорится и мука в аду вечная что это страхом держит а мы не были в аду но господь просто я сказал а как мы все-таки ну допустим платочек должен быть в кармане вот садимся за стол покажите платочки я показываю память а у него нету он уже заранее знает бежать до тополей вот они тополя рядом это 200 метров туда 150 допустим я пока ты бегал бегал он говорит да и тебе а мы едим в это время за столом одежду за 100 нам не оставлять мать говорит вот приехал шел дорогой там играть ребятишки думали там футбол где-то он вместо ворот поставил ранец вот пришел ранца нету забыл забыл я говорю постараемся чтобы не забывал приходит матчу говорит он все помнит как я ему сказал одежду если забудешь за станом ты обязан ее взять когда мы сядем есть помолились мы ложки в руки взяли от и одежду возьмешь а дежурный даже обходите смотреть оба подежду уголной бар и бежать вокруг нашего стана лагеря и кричать я забываю одежду за станом я забываю держу за нам три раза вот как отбежал туда садись за стол только к третьему бывает поспеет быстро бегает ко второму это физическое наказание ногами шевелить зерной грышар крутит я обязан смотреть вот такой такой там парень какой такой да он уже с наркотиками знакомы правда он увидал полы эту коноплю схватил задыхается это поехал домой ничего нету вот приехал он как вот это тут у меня сапог кирзовый вот такое у него лицо было а поехала родители обнимают сестренку в другую гвоздал так так как можно в течение месяца быть этому вот говорят так прилетела директор кастинского института из лондона ксения дэннон живет смотрит а потом написал грифмей половину не рассказали что я увидела это слова старец ассанская соломону сказала вот так и люди а много будет наплыв немного будет если цели этой нету то он не будет один пишет в комментариях вот я бы тогда то другое то а ты говорит оторви задницу от унитаза теплого то а там на улицу будешь ходить ты даже на это не готов почета языком трепишься то там люди живут которых ты ногтя не стоишь они не носят в труде ногтя не ногтя просто я тоже размышлял на эту тему и допустим кто-то говорит ну там допустим вот дали бы мне миллион я говорю хорошо то есть я-то это на себя сейчас испытал уже четыре года в этом году будет я говорю вот даю мину там сейчас государство даем миллион во первых какой-то из ста процентов какой-то скажет ну даем миллион чтобы вы переехали в деревню из ста процентов сколько-то скажет да ну мне это вообще не надо там процентов и не знаю может быть 40 даже чем я в этой деревне другие несколько процентов скажут о хорошо поехали приедут ровно через год его там потратят там куда-то туда-сюда скажу не смогли обанкротились на вот не пошло вернуть все нет допустим задачи такой нету там сдохла все вернулись то есть это не жители другие там а и ну и кто-то спустит кто-то приедет сюда начнет и по своей не знаю по каким причинам все у него сдохнет чем-нибудь не пойдет скажу не пошло тоже и лишь небольшой процент который будет реально нуждаться в этом миллионе которым там ну миллион это очень большая сумма даже сейчас ну вот они реально придут он им поможет поэтому я говорю что в миллион тебе не поможет если ты сюда сам не хочешь приехать то есть но не отдавая если ты синие даешь отчет в том что ты зачем ты захочешь приехать вот хочу приехать чтобы отсюда там христианская жизнь жить на земле воспитывать детей сам жить на земле как это раньше жили то есть сейчас то на современное время сейчас есть интернет через интернет можно продавать там чего угодно делать то есть сейчас самое по моему наилучшее время пока вот еще и деньги бумажные если электронные деньги никто не притесняет тебя никакие эти печати пока не ставит там ничего это все любит я в новосибирске живу а одна бабушка послушала там во время проповеди было и она решила мне я это не знал она потом сказал я подумала как бы мне с ним вместе жить но мне там 26 лет а я 76 лет и 1 продает домик маленький в искитиме это бабушка узнала сразу купила и меня на квартиру пригласила я там я на переехал на квартиру комнатка одна для меня маленькая такая прям и она говорит я ради вас купила мы не знал старобрядцы мы тогда старобрядческой церкви ходили были вот а приехал ее взять ефимия а он ефимий и он как возревновал намертво если я стою в церкви он за впереди и он увидал что я сзади так он всех как ломанется все падают если там полустанок где слазить надо когда в новосибирск приезжаем то не знаю сейчас как называется станция это не главный новосибирск не доезжая там сеять или есть есть нет нет прямо в новосибирске самом какой то есть вот и он там стоит ну вот я пришел билет покупать ехать у меня увидал он сразу вскакивает на улицу это чистый старобрядец его дети узнали это как начали отец да ты с ума сошел да ты вот и посмотри что у них какие вот еще вообще о чем мы говорим то с тобой то тебе сколько 76 ты всю жизнь мать нашу мужчины что и ревностью ты у тебя какие а он им сказал игорь тебя вела на его за комнаты выходила его трусы выносила ой-ой-ой надо просто ревнивец какой-то по жизни он похоже по жизни такой был всегда ну чё сказать по одному не заровнять еще то ну ничего и он меня на улице вышвырнул я матрас поселил вот так вот на траве и ночевал на улице ну утром меня уже пристроили там православная одна я пришел на квартиру не там большие трагедии были она уехала вот улита григорьевна ладно чё у нас время просто уже в этом да давайте заканчиваем так что желающие могут ознакомиться чего на нашем сайте все данные говорят солена говорит что у игорь есть у меня хозяйство такое там капуста другое курица мои можно с ними переговорить конкретно да сейчас сейчас опыта много я говорю сейчас это в первое время когда приезжали а вот допустим мы приехали тут уже игру как приятно было конечно одна что-то помогла мы осенью приехали там какие-то овощи дала другая то есть сейчас уже ехать то сюда уже электричество есть уже все есть да это вообще просто но если любить не будешь ты сюда не приедешь поэтому здесь будет жить тот кто будет любить в общем кто кто захочет вот это слово захочет вот эту с восклицательным знаком прям кто захочет а если ты не хочешь ну у нас какие-то с ним разномыслия есть в разговоре а сейчас нет ничего никаких наши игры если есть то это чисто второстепенным чисто в технической части жизни вот у нас разные возраста извини меня у меня другой взгляд у него другой у него другая информация у меня до сколько лет 35 32 с лишним раза больше ничего сравнивать да а как я могу духовное что-то что-то говорить другое или что-то ну я не знаю я говорю мой дед александр иванович он был старообрядец он столб церкви то есть и и он он не был таким он проповедовал он там с баптистами общался то есть как-то в это а мне сейчас там кто-то меня пытается там чему-то научить я говорю ну то есть просто люди смешно выглядят мы вам кому-то старообрядцам сказали не ходите к старообрядцам там или какие-то старообрядческие формы моления отменяли или еще ты говорил что там да нет нет и зачем это я так не молюсь на сегодняшний день двуперстник а я так и не говорил все молитвы ты не вещей не считай по старообрядчески почему я так научен с детства но если мы так воспитаны конечно так воспитаны в строгости все благодарю давайте спаси христос что пришли посмотрим